Девушки отдыхают Повар на дому Сегодня в программе я приготовлю нечто особенное. У меня есть потрясающая просьба мамы с дочерью. Это очень трогательная история. Вам понравится. Привет, Кёртис. Я Сьюзан. А я Шарлотта. В прошлом году я была очень больна. К сожалению, мне был поставлен диагноз – рак груди, поэтому в декабре мне пришлось лечь в больницу. Наши очень близкие друзья, Мари и Перис, много помогали мне. Они присматривали за Шарлоттой, заботились обо мне. И поэтому мы хотим сделать для них нечто особенное, потому что они очень хорошие друзья. Кёртис, поможете нам? Да, Кёртис. Последние несколько лет были тяжёлыми для Сьюзан. Она попросила моей помощи, и мы собираемся исполнить её желание. Сейчас они в подготовительной школе Шарлотты. Школа знает о нашем приходе, но Сьюзан нет. Будет забавно. Давайте удивим её. Вот она. Сьюзан, привет. Как вы? Я не могу поверить. Поздравляю, вы прислали самую потрясающую историю. Я посмотрел немного и сразу понял. Вот оно, мы должны приготовить ужин для этих людей. О, Господи. Вот так. А где же Шарлотта? Шарлотта! Здесь Кёртис. Привет, Шарлотта. Как дела? Меня зовут Кёртис. Как ты, малышка? Красотка. Это Кёртис, он поможет нам приготовить ужин. Ну как ты, поможешь нам с ужином, да? Молодчина. А теперь расскажите мне о Марии и Пэрис. Мы познакомились с ними, когда Шарлотта пошла в эту подготовительную школу и стали очень хорошими друзьями. Я думала об этом. Одна из причин в том, что мы обе удочерили девочек, и мы матери-одиночки. И она протянула вам руку помощи, когда вы были больны. Да, да. Марии помогала Шарлотте, и она всегда со мной. Похоже, нам надо приготовить великолепный ужин. Ей понравится, да? Ей понравится. Что она любит? Она любит здоровую пищу. Любит морепродукты. Думаю, мы обе привыкли к обычной непримечательной еде, ведь мы готовим для детей. Поэтому редко готовим что-то необычное, то, что хочется. Думаю, будет интересно поесть что-то необычное, несколько более взрослое. Да. Знаете, я нашел специальное местечко, где мы можем приступить. Пойдемте, накупим всяких мелочей, отправимся в чудесное путешествие. Ты готова? Пошли. Она такая милая. Итак, первая остановка – магазин. Хорошо. Так, вы говорили, что хотите чего-то вкусного и здорового. Да. Вот ягоды, они очень-очень полезны. Любишь ягоды? Да. Какие именно? Да, чернику. Чернику. Черники содержатся много антиоксидантов. Черника – ягоды, которые борются с раком, поэтому это просто суперпища. Так, а мы можем сделать какой-нибудь мусс. Может быть, сделать какой-нибудь компот. Мусс? Мусс, да. Это просто смесь разных вкусов. Ижевики, малины, черники. И еще можно сделать маленькие горячие итальянские пирожки. Они похожи на блинчики с итальянским творогом-рикоттом. Звучит замечательно. Они очень вкусные и красивые. А сейчас заплатим за все это, а потом покажу вам нечто интересное. Итак, Сьюзен, в обычном случае я бы отвез вас домой готовить этот замечательный ужин. Но мы заедем в другое место. Отдых важен так же, как и хорошая еда. А у меня для вас маленький сюрприз. Что это? Это спа. Спа! Все мы можем себя побаловать. Спасибо. Заходите. Красиво. Шарлотта, посмотри на это. Присядешь на этот большой стульчик? О, Господи. И вы, Сьюзен, садитесь. Чему? Спасибо. В этом месте вы можете по-настоящему расслабиться. Хорошо? Итак, ложитесь и закройте глаза. У меня есть пара вещей, которые мы для вас приготовили. Необычная, да, Шарлотта? Прекрасная, правда? Так, это приятное холодное полотенце для лица. Освежит вас для лица и рук. Что хотите. Это тебе. А теперь ложитесь, закройте глаза и положите на них кружочки огурцов. Огурцов? Это полностью расслабит вас. Я такое только на картинках видела. Хочешь? Посмотри на меня, Шарлотта. Хочешь? Хочешь огурчик? Смотри, я покажу. Вот так. Сегодня мы собираемся приготовить свежий азиатский салат из кусочков лосося, сои и апельсина. И еще фритату для детей. Потом сделаем свежие горячие пирожки, сервированные ягодным компотом. Теперь осталось только позвать Марии и Перис. Позвоните им и скажите, что вы приготовили сюрприз, что-нибудь в этом духе. Пока вы это делаете, я пойду проверю, готовы ли все это для приготовления. И можно начинать. Алло, Мари. Привет, это Сизан. Ребята, какие у вас планы на вечер? У нас с Шарлоттой есть сюрприз для тебя и Перис. Нет, нет, просто доверьтесь мне. Придете? Хорошо, спасибо. Я сделала это. Хорошо, отлично. Ну-ка, Шарлотта, иди сюда, помоги мне готовить. Перис, твоя лучшая подружка, да? Да? Они много времени проводят вместе. И я думаю, между вами установилась особая связь, потому что вы обе удочерили девочек. Да, и они прекрасно ладят. Как, наверное, потрясающе решиться усыновить ребенка. Ну, я расскажу вам, как это произошло у меня. Я попадала в две серьезные аварии. Я могла умереть в любой из них. Я все время думала, что не хочу умирать, пока не испытаю безграничную любовь. Мне всегда хотелось стать матерью, но я никогда не была замужем. Поэтому я решилась на усыновление. Дала полный вперед. Это такое счастье. У нас есть несколько видов салатных листьев, да? Да. Вот, посмотрим. Вот этот называется маше. А это фризей. Фризей. Так, что мы собираемся делать? Возьмем весь латук и подрежем снизу. Вот так. Нужно избавиться от этих больших белых кусочков. Нет, белые не надо. Белые не надо, потому что они немного горчат. Хорошо. А теперь порежем огурец. Быстро было, да? Кладем огурец в салат. Вот так, да. Дальше нам понадобятся дольки апельсина. Для этого надо отрезать от апельсина верхушку и низ. Как хорошо твоя мама справляется. Давай, мам, давай. А теперь острым ножом надо срезать в кожуру, двигаясь по кругу. Берете острый нож и легонько надрезаете апельсин. Вот так. Потом переворачиваете его и делаете так же на другой стороне. Просто будьте аккуратны, не давите, и сможете выделить дольку. Это надо бы потренировать. А когда вам поставили диагноз рак, Мария была одной из первых, кому вы рассказали? Мария знала обо всем с самого начала. И да, я сразу позвонил ей, и она была в шоке. Она забрала Шарлотту, она присматривала за ней, пока я лежала в больнице. Потом она заботилась о том, чтобы Шарлотта ходила в школу и возвращалась домой. Она всегда была готова прийти и помочь мне, сменить ли повязки или что-нибудь еще. Наверное, страшно нести ответственность за кого-то. На самом деле, мне ставили диагноз уже второй раз. Первый раз Шарлотте было всего шесть месяцев, и я думала, я только что удочерила ее, теперь я несу за нее ответственность всю свою жизнь. Я ее единственный родитель. И знаете, я правда так думала. Я думала, что Господь не осчастливил бы меня этим ребенком, если бы мне суждено было умереть. Я должна была пройти через это. Я должна была справиться с раком. И он не убил меня. Меня может убить материнство или... Как огромная вера и сила воли, с которой вы желали вылечиться, потому что знали, что должны. Да, должна жить. Нет другого выбора. Ты должен жить. Вы потрясающе сильная женщина, Сьюзен. Я совершенно растроган. Спасибо. Хорошо. Так, здесь у меня большая тарелка для салатной заправки, и я кладу сюда цедру одного апельсина. Мы думали, это называется кожица. И кожица, и цедра. Так, немного лайма. Хорошо. А теперь, почему бы тебе не быть главным выливателем апельсинового сока? Стоп! Давай, давай, стоп. Молодчина. А теперь, почему бы не перемешать? А теперь... Так, это соя, и мы добавим немного сои к апельсинам. А дальше вот это. Виноградное масло. Да, виноградное масло. Делаем эмульсию. Получается, что из апельсинового сока идет кислота, а жирность из масла. Они смешиваются. Мы взбиваем это быстрыми движениями. А теперь мы добавим еще сока. Выжимаем эти лимоны. Давайте остановимся и попробуем. Что думаете? Тебе нравится, да? Хорошо. Единственное, что осталось, это порезать лосося и положить его в салат. Здесь у меня прекрасный кусочек лосося, и нам надо порезать его на маленькие кусочки. Думаю, чуть больше сантиметра. Лосось очень полезен. Хорошо. Берегите пальцы. О, спасибо, крошка, поберегу. Можете сложить все ингредиенты вместе. Хорошо. Прекрасно сделано. Я положу это и заправку в холодильник, а потом просто подождем Мари и Пэрис, и наступит время ланча. Почему бы вам, девочки, не накрыть на стол? Хорошо. Поможешь накрыть на стол? Да. Ты хорошая помощница. Хорошо. Хорошо, спасибо. Встретимся через минуту. Мы готовим здоровую пищу вместе со Сьюзан и ее дочерью Шарлоттой. На закуску азиатский салат с лососем. Время десерта. Мы собираемся приготовить пирожки с итальянским порогом рикотта. Они похожи на обыкновенные блинчики, но я добавлю в них рикотту, и они станут еще легче. И вместе с ним мы подадим ягодный компот. Так, отрезаем верхушки ягод и разрезаем их на четыре части. Сладем в кастрюльку, уже немного нагретую. Подсыпаем ежевику. Так, и черника. Не очень много. И в последнюю очередь малину, потому что малина готовится буквально секунду. Немного сахара, просто посыпьте немного. Возьмите такую ложку и помешайте один или два раза. И все готово. Мы можем приступать к пирожкам с рикоттой. Как же их готовить? Они похожи на простые блинчики с начинкой из этой прекрасной свежей рикотты. Я положу это сюда. Здесь примерно целый стакан с третью. И добавлю сюда немного молока и яичных желтков. Нужно четыре яйца, нужно отделить желтки. Белки здесь не нужны. Вот таким образом. Дело в том, что белки дают пышность, а желтки как раз наоборот. Они выполняют роль своеобразного пищевого клея. Перемешайте желтки и рикотту. Теперь молоко. Нужно примерно три четверти стакана молока. Так, я наливаю его сюда. И снова просто перемешиваю все. Теперь очередь сухих ингредиентов. Стакан муки. Я собираюсь просеять ее в нашу смесь. И у меня есть немного разрыхлителя. Добавим полторы чайной ложки. Так. Перемешиваем смесь. И видите, она становится более клейкой по консистенции и более густой. Осталось только добавить сюда наши белки. Но перед этим их надо взбить, пока они не встанут. Вот так. У меня есть маленький блендер. Восстань. Итак, посмотрим. Да, достаточно крепкие. Можно проверить другим образом. Они не должны вытекать из миски, когда ее переворачивают. Ну, пора смешать содержимое этих тарелочек. И здесь надо быть аккуратным и даже нежным. У нас получается замечательное взбитое жидкое тесто. Оно готово для жарки. Итак, пора готовить пирожки. Положите маленький кусочек масла на горячую сковороду. Немного. И теперь большой ложкой зачерпните тесто и положите на сковороду. Разгладьте тесто, чтобы получилось что-то вроде круга. Можете сделать их большими, можете маленькими, все равно, как хотите. Они готовятся минуту-две с каждой стороны. Так, этот уже можно переворачивать на другую сторону. Роскошно. Вот так. Кертис, они здесь. Они здесь? Я пойду встречу их и думаю привезти их сюда. Ты готов? Хорошо, идите встречайся. Я почти готов, только выключу это. Я слышу их. Сюрприз! Сюрприз! О, господи. Что это? Привет. Мария, Кертис, рад знакомству. Взаимно. Мы здесь снимаем передачу «Повар на дому». Хорошо. Ваша замечательная подруга Сьюзан была так тронутой добротой, которую вы оказывали ей последние пару лет, что попросила нас прийти и приготовить вам фантастический ужин. Мы увидели, какую большую роль вы играете в жизни Сьюзан и в ее выздоровлении, и решили устроить вам девочки спа. А я приготовлю вам еду, которая будет не только вкусной, но и очень полезной. Вы будете релаксировать и наслаждаться отдыхом, балуя себя, а потом будет замечательный ужин. Как это замечательно! Вы такая милая! Мне так хотелось признаться тебе раньше. Понимаю. А ты, Пэрис? Это мисс Пэрис. Заходи. Пэрис, я кюртес, дай пять, бум. Приятно познакомиться, Пэрис. Ну-ка, ребята, заходите внутрь. Там для вас приготовлены специальные палаты для спа, поэтому идите одевайтесь, чтобы немножко развлечься. А я закончу кое-что с едой. Как замечательно, спасибо. Идите. Пошли, девочки. Пришло время спа. Пока дамы проходят сеанс релаксации и массаж лица, мы с девочками займемся веселой готовкой. Так, а мы с вами будем делать фритату. Фритату? Фритату. Так, знаете, как разбивать яйца? Я сделаю. Можешь? Молодец. С чем хочешь фритату? Брокколи. И немного моркови. Молодец. Использовала любимые овощи, да? Ну, а теперь перемешай, да. Молодец. И нужно немного ветчины. А ты что хочешь положить, Шарлотта? Может, это? Немножко грибов, немножко ветчины. Готово? Я могу выливать, да? Да. Посмотрите на эти овощи. Вы просто молодчины. А теперь надо поставить это обратно на огонь. Готово? Это Шарлотты. Так, думаю, у нас есть время, чтобы покружиться только разочек. А потом фритата будет готова. Кружимся. Хорошо, давайте посмотрим. А знаете, как узнать, готова ли она? Надо заглянуть сюда. Видите, как она поджарилась? Ням-ням. Так. Похоже на пирог. А это почти пирог. Это тоже надо поставить туда. Они будут готовиться 2 или 3 минуты, а потом можно будет накрывать на стол. Итак, вот оно. Раз, два, три. Ну-ка, посмотри. Так, девочки, давайте. Время фритаты. Фритата, фритата. Посмотрите, что мы сделали. Что это? Это фритата. Фритата? Что же вы не скажете мамам, что положили в свои фритаты? Я положила брокколи в них, и я положила коротки в них. Я положила брокколи, и еще положила морковки. Заставлю моего ребенка есть морковку и выбрать брокколи? Морковку. Девочки сделали фритаты со свежими садовыми овощами, как главное блюдо. Пахнет вкусно. О, я могу съесть ее? Вкусно, Шарлотта. Ты ее приготовила? Шарлотта, великолепно. Покажешь маме, как готовить фритату, когда приедем домой. Вот так. Пришло время подавать азиатский салат с лососем. Не могу дождаться их реакции, когда они увидят его. Берем салатные листья и кладем в центр тарелки. Немножко лосося и дольку апельсина. Этот салат превосходно подходит для жаркого дня. Я припас бутылочку ризлинга для дам. Я думал над винами, и решил, что немецкая ризлинг немного послаще и подчеркнет уникальный вкус салата. Так, немного семян кунжута. Это добавит еще один вкус, аромат орехов. Немного поврызгаю заправкой вокруг салата. Только взгляните. Так, где же мои дамы в палатах? Привет. Ага, вот оно. Так, это вам, Мари, Ням, и вам, Сьюзан. Этот прекрасный салат сделан из лосося, апельсинов, сои, огурцов и кунжута. А что за ланч без стаканчика вина? Это правда. Итак, наслаждайтесь едой, дамы. Так. Какая вкуснотища. Твое здоровье. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Ты замечательная. Как главное блюдо, дамам был подан свежий азиатский салат с кусочками лосося. Он великолепен. Мне нравятся апельсины с лососем. Никогда о таком не думала. Очень мило, да? Да. Очень вкусно. А в финале на десерт, чтобы подсластить душу, приготовлены пирожки с рикоттой, покрытые ягодным муссом. Я собираюсь положить большую ложку ягодного мусса на то, что мы сделали раньше. Сверху крем фреш, немного похоже на сметану. Я положу сверху целую ложку. Знаете, что будет следующим? Побрызгать. В этой маленькой бутылочке у меня немного сока из ягодного мусса. Поэтому обольем все. Взгляните. Мям. Это сделает четырех дам счастливыми, да? Вкуснотища, да. Как вкусно. Посмотрите на это. Великолепно. Пирожки с рикоттой и летним ягодным муссом. Просто ягодный, да? Ягодный десерт. Сказочно. Потрясающе. На десерт мы сделали пирожки, сервированные вкуснейшим ягодным муссом. Мне нравится, нравится, нравится. Рад, что вам нравится. Это был прекрасный день. Спасибо, Сьюзан. Спасибо. Вы нас покидаете? Было удовольствие им встретить вас. Вы покидаете нас? Спасибо огромное. Да. Спасибо, пожалуйста. И спасибо за то, что вы такие замечательные подруги. Спасибо, это потрясающе. И тебе, крошка. Еще увидимся. Спасибо. Пожалуйста, Шарлотта. Еще увидимся. Хорошая девочка, да. Ну что ж, пока, девочки. Приятного вам аппетита. Пока-пока. Какой день. Мы поиграли с двумя прелестными малышками. Мы сделали Сьюзан счастливой, помогли ей отблагодарить очень близкую подругу. И мы смогли поблагодарить особенного человека, который помогал Сьюзан всю ее болезнь. Знаете, от этого поднимается настроение, когда делаешь что-то приятное тому, кто действительно этого заслуживает. Я чувствую себя отлично, потому что я видел, как они были довольны. Это замечательно. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok